Всем привет, дорогие друзья! С вами Айбек Касымов и мое очередное видео, сколько биогаз выделяется из 200-литровой почки. На что можно сделать? Можно ли отопить теплицу или же, ну, или дом? Я немного о себе расскажу. Меня зовут Айбек Касымов, я бизнес-блогер, занимаюсь также бизнесом, бизнес-консультант. У меня есть на узбекском канале, правда, этот канал я открыл специально для своих друзей, чтобы было какое-то время, я занимался биогазом и установками. И вот, ну, два года жизни ушло на вот эти биогазоустановки. Чтобы эти знания не остались у меня, я хочу, как бы, оставить эти знания в истории и делюсь с вами опытами, своими ошибками, чтобы эти ошибки вы тоже не делали. Очень многие люди задают, сколько биогаза выделяется из всех разных установок. Для начала я вам объясню установку из 200-литровой бочки. Ну, 200-литровая бочка возьмем. 200-литровая бочка. Сколько можно получить газа из 200-литровой бочки, вообще на что его можно использовать? Понимаете, есть газ, который у нас идет по трубам, чистый метан, он, как бы, когда его используете, ну, конца нет, он горит, все время горит. Но биогаз, это такая штука, она кончается. Она выделяется в сутки, вы копите ее, а потом вы используете. А во время использования исчезает, естественно, идет процесс еще скопления. Сколько биогаза выделяется из 200-литровой бочки, потом я еще более 10 тонн вам расскажу. Смотрите, 200-литровая бочка, когда я сам эту установку делал, что я делал? Я сделал 200-литровую бочку, после нее купил две камеры, две камеры из камеры-трактора. Вы знаете, вот эти большие, ну, есть же советские тракторы же есть, вот из них, вот такие, вроде бы, такие баллоны, большие, размером, как человек. Купил две камеры, накопил это все за сутки, накопил. Нет, извиняюсь, это не две камеры, а были три камеры. Три камеры, три обычные камеры от автомобиля «Волга». Ну, «Волга» автомобиль, знаете, да, вот, три камеры от автомобиля «Волга». Эти три камеры у меня за сутки наполнились, нормально наполнились. После я поставил фильтр. Как делать фильтры? У нас на канале есть специальное видео, как делать правильные фильтры. Исходя из своих опытов, я объясняю это очень красивым, нормальным способом, человеческим, чтобы вы тоже, как бы, не делали эти ошибки. Есть специальное видео. Посмотрите до конца или подписывайтесь на канал и переходите на канал. Делайте фильтр. После фильтра я уже, как бы, ставил свой фитиль. И знаете, за сколько у меня хватило? Я, короче, проверил, думаю, на что я могу сделать весь этот газ, могу использовать из 200-литровой бочки. Ну, первые, когда вот начал выделяться газ, можно там, первые дни, когда газ выделяется, у вас ваш газ, который собран за сутки, хватит, ну, максимум 2 литра воды, вы сможете вскипятить. На боли не хватит. Не надейтесь, многие думают, вот я сейчас поставлю 200-литровую бочку, и у меня будет постоянный газ дома, и будет тепло. Нет, вы просто делаете ошибки. 200-литровая бочка, установка, это просто экспериментальная установка для того, чтобы увидеть, горит ли реально газ. Вот тут я выкладываю видео, которое горит. Вот это видео, вот это специально, это чистый биогаз. Как горит биогаз в газовой конфорке, у меня будет еще отдельное видео, я это еще отдельный разбор сделаю, объясню. Тоже подписывайтесь на канал, и на канале вы узнаете, как сделать так, чтобы биогаз горел в вашей газовой конфорке. Сразу говорю, биогаз это не как обычный газ, он более тяжеловатый, и горит он чуть по-другому. Но КПД, в данный момент нормальный КПД дает. Теперь вам второй вопрос. Сколько биогаза выделяется из, например, если вы сделаете 10-тонную бочку? Сейчас, например, скажем, вот это уже не 200, а 10 тонн. Исходя из 10 тонн, говорю, потому что это более удобный вариант расчета. 10 тонн, да? Вы сделали установку из 10 тонн. Многие люди думают, есть видео еще Кулибина, где загружает, например, на яму где-то около 6 тонн, загружает там всяких листьев и все то. И типа там в интернете тоже, в газете есть где-то, пишет и говорит, что он полгода, там у него газ, короче, без проблем, все проблемы. Нет. Скажу вам, скажу, стрейк. Вот эта надпись, вот эта газета, это все фейк. Это реальные ошибки. У меня есть специальное видео, где я сделал 8 тонн, исходя из вот этого видео, исходя из вот этого, то, что я прочитал, и потратил примерно около 3000 долларов, просто улетели ветер. Я хочу вам сохранить вот эти ваши 3000, 4000, 4000, 5000 долларов, чтобы они у вас сохранились, и вы потратили нормальную сумму. Вы сделали 10-тонную бочку. Обязательно не забудьте, чтобы у вас была загрузка и выгрузка. Если у вас не будет, например, 200-литровой бочки нет ни загрузки, ни выгрузки нет, и что будет? Да, вначале он будет у вас выделяться много газа, но со временем этот газ теряется, теряется. Например, давайте я вам скажу так, еще более удобно объясню. Вот, например, все видели такую, как бы, сварочную установку, куда сварщик берет карбамид, кидает карбамид, засовывает воду, и там примерно час или два выделяется газ, и сварщик использует. Но потом она со временем, этот газ уменьшается. Но чтобы еще увеличить количество газа, сварщик открывает установку, и опять снова кладет карбамид. Точно так же в вашей биогазовой установке, если вы сделали 200-литровую бочку, у вас вначале будет гореть, но в течение трех месяцев будет гореть примерно три месяца. У нас дома горел три месяца. Но газ со временем все меньше, 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 потому что удобрение, которое находится внутри, оно гниет. Но чем больше гниет, тем меньше уже, как бы, остается питание для вашей бактерии, биогазовой бактерии. Естественно, когда нет питания, газа тоже не будет выделяться. Поэтому обязательно, когда вы делаете установку, у вас должна быть загрузка, и обязательно должна быть выгрузка. Хоп, вы сделали загрузку, вы сделали выгрузку, а теперь сколько будет газа выделяться в сутки? 10 тонн можно загружать примерно частями, не сразу, сразу говорю. Очень многие думают, вот 10 тонн сделаю, и сразу ежедневно можно загружать 300 килограмм. 300 килограмм в жидком состоянии, или в густом, ну, в жидком состоянии надо загружать навоз, там, или, ну, короче, сырье. Но это будет навоз, это будут, там, отходы, отходы производства, короче, органические отходы. В день 300 килограмм, не более. И 300 килограмм загружайте не сразу, загружайте частями. Почему частями надо загружать в биогазовую сутку? Потому что, когда вы сразу загружаете 300 килограмм, у вас тут примерно будет 7 килограмм жиже, правильно? Когда вы сразу 300 килограмм загружаете, у вас температура сразу падает. А когда сразу температура падает, естественно, сразу уменьшается выделение газа. Поэтому, когда вы загружаете, например, там, 100 килограмм загружили, утром загрузили 100 килограмм. 100 килограмм, она как бы на 7 тонн не так уж сильно влияет температуре, не дает большой спад температуры. Потом, там, в обеденный перерыв опять 100 килограмм, потом вечером перед сном опять 100 килограмм. И такими частями в 10 тонн загружаете в день 300 килограмм. Почему я это долго рассказываю? Потому что хочу, чтобы максимально получили полезную информацию и не делали ошибки те, которые я делал В день загружаете 300 кг и теперь сколько биогаза выделяется, конкретный вопрос, сколько биогаза выделяется, если я сделаю 10-тонную установку Все зависит от сырья, что вы загружаете, потому что биогаз он выделяет в основном из жира А что у нас самое жирное? Вот, например, трава у нас более жирнее, чем обычное сено Сено тоже гниет, но очень долго гниет Например, отходы от убойного цеха, или как назвать? Ну, короче, убойный цех, извиняюсь, убойный цех От убойного цеха вот эти кишки, всякие вот эти, ну, отходы от животноводства, они еще лучше дают Они, как бы сказать, 10 раз больше газа дают А когда обычный навоз, то дождь дает Например, если будете загружать постоянно всего лишь чистый коровий навоз Вы будете примерно получать в день около 12-13 кубов газа в сутки 12, ну, хоп, многие люди знают 12 кубов газа, например, если чистен коровий навоз, на 10 тонн будете 12 кубов газа Окей, 12 кубов газа, это сколько газа? Примерно одна конфорка, советская конфорка, примерно одна советская конфорка, газовая плита, употребляет около 15-20 кубов газа в сутки И то это зависит от вот этих дырочек и от давления газа Но если вы будете навоз смешивать вместе с плитчем пометом, там, еще более жирными отходами То вы можете получить, ну, максимум, там, думаю, 18 кубов, ну, 20 кубов Это еще, я говорю, точного расчета биогазов установки нету Потому что все зависит от того, что вы загружаете, в каком темпе загружаете И, естественно, одинаково ли вы загружаете все Бывают такие моменты, бац, у вас там появились, там, пару месячков вот этих убойных отходов Вы загрузили, вот эти пару дней у вас будет обалденный газ выделяться, потому что очень много жира Ну, получилось так, что у вас теперь убойных отходов нету Вы взяли все листья, там, осенью все листья собрали и загрузили все листьями У вас тоже будет выделяться газ, но уже более-менее газа Это в сутки, я говорю, 12 кубов в сутки будет давать минимум, максимум, там, 18-20 кубов В зависимости от сырья Также, теперь вы можете свои расчеты взять, исходя из этого Например, скажем, у нас в Узбекистане, в Ташкенте была построена такая установка 60 тонн, установка давала примерно около 180 кубов газа в сутки 60 тонн, ну, представляете, это целый вагон Целый вагон, который загружен говном, извиняюсь за выражение Полностью загружен этим субстратом и выделялось, чисто коровье навозы Используют чистый коровье, это было на ферме Сейчас не знаю, этот установка работает, не работает в Ташкенте Загружалось это все на ферме и примерно чистый коровье навоз И примерно около, примерно 150-180 кубов газа в сутки они получали Из 60 тонн Поэтому, когда вы делаете биогазовую установку, для чего вы делаете, конкретно уточните Многие люди делают, хотят сделать биогазовую установку, построить теплицу Это еще будет у меня отдельное видео Ну, про можно ли делать биогазовую теплицу Возможно, вашей биогазовую установку не будет хватать газа Выделяться то энное количество газа, которого вам будет хватать, чтобы обогреть вашу теплицу С вами был я, Игорь Косымов, если мое видео было вам полезно, ставьте лайк, пишите комментарии Пишите комментарии, какие ошибки я допустил, потому что без ошибок невозможно У меня тоже есть какие-то ошибки, потому что очень много ошибок делали на этих биогазовую установку Также пишите ваши опыты, что вы сделаете У нас есть специальный телеграм-канал, вы можете в описании канала найти Пишите на этот наш, то есть телеграм-бот, извиняюсь, у нас есть телеграм-бот специальный Пишите на наш телеграм-бот ваши вопросы, мы будем специальные видео делать для вас по вашим вопросам Также, если у вас есть какие-то ваши установки, пожалуйста, поделитесь нашим видео с нашим каналом В Telegram закиньте ваше видео, если надо, мы сделаем видеообзор, видеоразбор вашей установки, мы расскажем о ваших ошибках, которые вы делали, чтобы в дальнейших ошибках, которые вы не делали, чтобы не... Понимаете, ошибки это деньги, вы же понимаете, когда делаете ошибки, вы тратите деньги. Я тоже на этих ошибках потратил, ну, скажем, 2 года своей жизни, самое драгоценное, и также потратил, можно сказать, более 5000 баксов на вот эти все установки, на вот эти все ошибки, то, что я обучался. С вами был я, Би independent, еще более подробно, очень много биогазовых уроков на нашем канале, в данный момент я уже не занимаюсь биогазными установками, но если есть у нас на канале те люди, которые занимаются биогазными установками, пожалуйста, напишите к нашему боту, мы обязательно сделаем рекламу у вас, если вы этим занимаетесь, мы всегда готовы помочь людям, тем людям, которым занимаются биогазными установками, сделать специально на нашем канале их рекламу, это будет бесплатно все, бесплатно. Просто, пожалуйста, поделитесь своими опытами на нашем канале и делайте свою рекламу. Пожалуйста, это все бесплатно для наших подписчиков, для людей, которые хотят биогазоустановки у себя дома, на ферме или на заводе. Всем спасибо большое. Подписывайтесь на канал. На канале очень еще много полезной информации. Пожалуйста, смотрите, пишите комментарии. И ваш вот самый крепкий лайк, это наш, как бы сказать, ну, спасибо большое.